Добрый вечер, Михаил Шительманов. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер, зрители. Рад вас приветствовать, дорогие зрители. Пожалуйста, в комментариях напишите, где вы нас смотрите. Нам очень интересно география смотрения. И обязательно авансом перед началом просмотра поставьте лайк, кнопка «Нравится», для того, чтобы YouTube рекомендовал этот прямой эфир и другим пользователям тоже. И традиционно, можете прямо сейчас, а можете по окончании нашего стрима перейти на страницу Михаила Шительмана и подпишитесь. Колокольчик, все обязательные элементы YouTube, колокольчик, комментарий, лайк. Все это сделайте обязательно. Михаил, начну с новости, которая летит к нам из Китая, и это не ковид. Лидер Китая Си Цзиньпин намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины. Вероятно, разговор пройдет после того, как лидер Китая посетит Москву для встречи с российским диктатором Путиным. На следующей неделе сообщает The Wall Street Journal. И тут как бы зашито две новости. С одной стороны, наверное, хорошая о том, что Си и Владимир Александрович поговорят. А вот визит Си в Москву, как расценивать его? Да, первая новость хорошая, потому что нам это все нужно. Мы сами это просили, кстати, долгие, прям целый год просили об этих переговорах. И если мы их получим, это точно хорошо, прям на 100% думать даже нечего. Потому что нам когда-нибудь нужны какие-то отношения с Китаем хорошие. Вообще, потом. Не прямо сейчас, а в целом. И у нас, кстати, их толком нет. Мы, кстати, мало кто знает, мало кто следил за нашими отношениями с Китаем, довоенными, я имею в виду. Но мы ведь от них отказались в каком-то смысле, на каком-то этапе. Потому что, насколько я помню, Украина присоединилась к программе Госдепа США, чистая сеть, так называемая программа, когда предложили они в обмен на какие-то неизвестные, официально неоглашаемые льготы, назовем это так, от Соединенных Штатов Америки, отказаться от китайских технологий в инфраструктуре. То есть, например, от сетей компании Huawei. И Украина отказалась от этих сетей. По крайней мере, я помню, что какие-то экспериментально на здании Министерства связи устанавливалось европейское и американское оборудование, чтобы показать, что вот смотрите, мы уходим от Huawei, до свидания. И мы фактически вписались в эту западную коалицию, где страны США, ЕС и еще много стран туда тоже включились. В Грузии, по-моему, в частности. Поэтому у нас, видимо, не очень хорошие отношения с Китаем в этом смысле. Теперь переходим туда, вот ко всей этой сложной конфигурации под названием «Визит Си к Путину» и потом разговор. Тут, как всегда, мне кажется, ну мы всю войну этим занимаемся, все кому не лень, потому что нам всем хочется быть в центре внимания и говорить, что это все про нас он едет. Но Си едет не про нас, не про мир между Россией и Украиной, скажем так. Да, он едет воспользоваться последствиями войны между Россией и Украиной. Последствиями. Но не едет он ее останавливать. У него нет инструментов, раз. У него нет, в общем-то, никакого мирного плана. Потому что та позиция, которая была обозначена, называется словами «позиция Китая» по вопросу. Позиция, а не мирный план. Мирный план сегодня вообще не может существовать. Потому что только сегодня Песков, по-моему, сказал, что нет, мы будем воевать, потому что у нас нет вообще идей, никаких задач, мы мирным путем решить не можем. Это правда. И мы, Украина, тоже мирным путем задачи решить наши не можем. Поэтому ни мы не можем, ни они не могут. Нет у нас предмета для мира. Чем будет заниматься Си в Москве? Совершенно другим. Россия попала в большую ловушку из-за того, что начала войну. Ловушку санкций. Ловушку санкций, которые оказались сильно больше, чем она рассчитывала. И еще более интересный процесс под названием за последний буквально месяц Европа и США додавили Турцию и Индию, чтобы они пусть не присоединились к санкциям, но не давали России их обходить. Турция закрыла транзит под санкционных товаров. Индия дала обещание закупать нефть только не дороже, чем по 60 долларов за баррель. То есть по той цене, которую определил Евросоюз. Ну, скорее всего, нефтепродукты тоже по потолку цен. А это то, на что рассчитывала Россия? На Индию. Вот потоки нефтяные, в частности, которые танкерами шли в Европу, они все перекинуты были на Индию. И все это теперь тоже только по такой максимум цене. И я почему-то думаю, примерно представляю себе правила игры и поведение, манеру поведения китайцев, что не обошлось без них. Вот в этой сделке с Индией не обошлось без Китая. Китай своим индийским друзьям, а Индия зависит от Китая по многим позициям. Это же мы так, нам кажется, что Индия такая, но она же часть империи британской. Но на самом деле сегодня экономические связи, конечно, у них с Китаем, я думаю, гораздо прочнее, чем с Британией, то я думаю, что они поддержали вот это давление на Индию. Сказали Индия, да, вы, пожалуйста, по 60 долларов и так далее. А теперь Си едет получать гонорар, собственно. Ну как? Вы теперь Россия с кем собираетесь торговать? С Турцией вы не будете, с Индией вы не будете. Вы будете с нами, но не по 60, конечно. По 60 мы у вас не возьмем, а вот по 40 возьмем. Да, придется вам построить нефтепроводы, конечно, для этого. Ну это за ваш счет, естественно, у вас там резервные фонды есть. Да, вам придется нам за это еще сдать бесплатную аренду Владивосток, там еще что-то. Ну не город, естественно, я шучу. Ну какие-то порты, там чего-то еще и так далее, какие-то площадки, леса. Вот мы знаем, что у вас сейчас есть такая забава национальная в России, вырубать леса в Москве, чтобы устанавливать систему ПВО в этих местах. Ну вы слышали, наверное, сегодняшнюю новость такую. Ну так мы вам, китайцы, поможем на Дальнем Востоке вырубать леса. Вы можете прямо на весь Дальний Восток систему его сделать, потому что мы очень вам готовы помочь. Я думаю, что результатом этой поездки станет огромное количество экономических больших сделок с Российской Федерацией, которые в переводе можно будет назвать колонизационный пакет. Вот колонизационный пакет Российской Федерации, то есть Китаем. Ну так примерно это будет выглядеть. А история про мирный договор будет на полях, будет такие за скобками немножко, будет на пресс-конференциях, будет. То есть на пресс-конференции у него спросят, а вы что? Скажут, так я же за мир. И вообще ядерное оружие, он скажет в Москве, кстати, погрозит снова пальцем Путину, что ядерное оружие неприемлемо. Но, например, он не будет упоминать Си, так как он же такой восточный человек. Он не будет, находясь в Москве, если он еще до тут доедет, я про это, естественно, не знаю, не будет говорить о том, что у них есть первый пункт плана вот этого китайской позиции, согласно которой должна быть восстановлена территориальная целостность Украины в рамках признанных ООН. Он про это говорить вслух не будет. Они уже это написали, все закреплено бумагами. Традиционно хочу поблагодарить Збройным силам Украины за то, что у нас есть возможность проводить эти прямые эфиры. Спасибо всем, кто нас защищает, и вечную память тем, кто нас всегда остался на этой войне. Зрителей также благодарю за вашу активность, за то, что пишите в комментариях и оставляйте отметки, где вы нас смотрите. Добрый вечер, Харьков, Латвия, Кишинев, Слава Героям ЗСУ, Чернигцы, Варшава, Казахстан, Белая Церковь, Казахстан, Караганды. Добрый вечер, Киев, Витая, Кобыляка, Витая, Днепро, Знамы, Ривна. Так, Михаил, как думаете, зачем Лукашенко поехал в Иран? Мы об этом обязательно сейчас поговорим чуть-чуть позже. Силу, он, терпение, друзья, победы не за горами. Вечер, добрый, любовь с вами. Смотрю из Ташкента, Слава Украины, Германия. Война закончится, а вражда нет. Добрый вечер, горного эфира, Слава ЗСУ. Привет с Киева, спасибо большое за поддержку Украины. Луцик, витая вас, Иерусалим. Так, привет, Харьков, поддержим лайком. Да, привет с Николаем, Алатвия, дякую. Дякую всем. Пока Си не доехал до Москвы, до Москвы доехал Рамзан Кадыров. Показали, значит, кремлевские СМИ встречу Путина и Кадырова. Скажу откровенно, на видео, распространенное российскими СМИ, выглядели плоховато оба. Один болен, второй стар. Один держался за стул, второй за бумажки. Причем проблемы Кадырова были видны не только во внешности, но и, скорее всего, проблемы с памятью. Он приехал с такими записками и со зрением, потому что на записках был вот такой вот шрифт, который было видно даже, по сути, из камеры, которая снимала у него из-за плеча. До этого, мы помним, была информация на уровне слухов, что его якобы отравили, вот этот внешний вид раздутый, что его якобы отравили, возможно, даже ФСБ, и он чуть ли не в Берлине проходит лечение. Потом была встреча с его 17-летним сыном, чуть ли не благословлял его на свадьбу, а может, на престол, кто знает. Михаил, как развивается событие вокруг Кадырова, потому что мир слухами полон, что происходит? Вы рассказали в этот раз больше, чем я знал, про вот эти буквы я не видел, честно скажу. Я думаю, что это была демонстрация того, что Кадыров жив, что Кадыров дееспособен, демонстрация тем, кто после визита сына Кадырова подумал, что он не очень уж дееспособен. Я сейчас, конечно, это не про нас вообще, не про Украину, все это, все внутреннее чисто дело России. В РФ, когда привезли сына Кадырова к Путину, то многие решили, что все, что вот теперь новый вождь, а то больше не вождь, и что пора делить себя Чечню. И вот эта демонстрация того, что Кадыров живой, она была нужна показать элитам и в Чечне, кстати, и в Москве, что все-таки Кадыров существует. Я думаю, что она свою функцию выполнила, потому что Кадыров как минимум мог двигаться сам и говорить, очевидно, тоже сам. Все это у него получилось. Мы с вами тоже все увидели, что он, видимо, действительно тяжело болен. Это, скорее всего, так, потому что я думаю, что если сравнить, помните, было селфи не так давно, где Кадыров фотографируется с Путиным в том же кабинете. А, да, да, пару месяцев где-то назад. Да, 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 он же совершенно по-другому выглядел. То есть вот видно, что с человеком что-то случилось. Что? Аллах Велик, что случилось с ним, я не знаю. Ну, нам в любом случае так скажем. С одной стороны, нам вроде бы выгоды никакой, с другой стороны, нам всегда на руку, когда у Путина какой-то фланг проседает, а у него проседает кавказский фланг в связи с болезнью Кадырова. Поэтому у нас, так сказать, лично мы с Кадыровым особо-то даже и не воюем, потому что он вылетает в свои войска, куда-то его войска исчезли с фронта, как мы помним. Вначале вроде были, потом исчезли. Ну, мы уже давно не слышали про каких-то кадыровцев там на фронте. У нас все время то зэки, то мобилизованные, то еще кто-то, но про кадыровцев ничего не слышно. А вот то, что у Путина внутри проседает фланг, это нам приятно. Пусть проседает дальше. Чем хуже в России, тем лучше нам. Вот, все. Лукашенко, о котором спрашивали в комментариях, и глава Ирана, Еврахим Раиси, по итогам переговоров в Тегеране, подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на 23-26 годы. Ранее появилась информация, что Россия будет поставлять Ирану истребители Су-35. Иранское правительство объявило о заключении договора с Москвой. Российская сторона сделку официально не комментировала. Истребители Су-35 технически пригодны для использования Ираном. А Иран окончательно утвердил соглашение об их закупке. Цитирует иранская телерадиокомпания Айрип. Слован, анонимного сотрудника иранской миссии в ООН. Ну, а самые внимательные зрители видят, что Михаил что-то выпивает. Интересно, что же там в красной кружке? Повисла интрига. Пишите в комментариях, как думаете, что пьет Михаил Швейцарьман. Так, от шуток к делу. Иран. Иран, что с Ираном? Лукашенко, который туда поехал? Какова миссия? Действительно ли дорожная карта? Или что-то более? Там что-то о чем-то говорил, может быть, Гребурович на встречу. Да, при слове Иран меня просто тянет на зеленый чай, что я, собственно, и испил в данный момент хоть кружка и красная. Смотрите, первое, значит, начну, наверное, все-таки с истребителей этих Су-35. Это же надо их сначала сделать, их же нету. И какая страна их будет строить еще? Ведь такие сделки, они настолько долгие, настолько длинные. Вспомните, сколько сделок Россия не исполнила военных. Сколько Украина не исполнила военных сделок? Я думаю, просто там можно поражаться, если вспомнить списки военных сделок. Из сделок, которые заключаются, потом доходят до реализации в случае с РФ очень малый процент. Потому что, во-первых, у них не окажется самих самолетов, их не есть, что будет делать. Во-вторых, исчезнет сама Российская Федерация за это время. Все это уже проходили. С Советским Союзом тоже заключали сделки, потом его не стало. Поэтому Иран, я думаю, тоже это понимает, кстати. Потому что Иран-то будет, скорее всего, России не будет. Поэтому все эти сделки про какие-то Су-35, это все такая абстракция, которая уж точно никакой реальности под собой не несет. Беларусь, значит, у нее давние отношения с Ираном. Я сам видел своими глазами прямо в Минске. Очень давно это уже было, но при таком тоже, при Лукашенко. Значит, у них, они считают Иран своим прям ближайшим партнером. Особенно до того, как они переключились на Китай. У них ближе, может, никого и не было. Они пытались несколько вещей делать. Они пытались продавать туда оружие в Иран. Белорусское. Потому что в Беларуси серьезный такой ВПК, кстати, более серьезный, чем российский, в плане обязательности. Потому что, в каком смысле, белорусы реально пытаются зарабатывать деньги. У них это настоящий бизнес. Они пытаются с оружием зарабатывать деньги. А россияне пытаются их украсть еще до производства этих истребителей. Почему не будет истребителей? Потому что все украдут заранее. В Беларуси так сильно не украдешь. Там что-то реально делают. Ну, немного. Истребители там сделать не могут. А вот система ПВО вполне способна. Или танк какой-нибудь собрать. И Иран, насколько я знаю, все время Беларусь покупал. И Лукашенко это лично курировал всегда. То есть лично. Поэтому он лично летал на такие вещи. Я присутствовал в Минске на большой выставке иранской. Иран-экспо. Это прям было такое событие планетарного масштаба для Беларуси, я помню. Которое длилось, не знаю, месяц, наверное. И весь город был только этим и заклеен. Настолько это все было убедительно, что мне, как израильтянину, стало интересно. И я поехал смотреть выставку Иран-экспо. И, кстати, я слышал до этого о достижениях Ирана. Ну, честно. Для нас, как бы израильтян, это же был грозный соперник Ирана, с которым нам сейчас предстоит воевать. Я был потрясен этой выставкой Иран-экспо, потому что в основном сухофрукты, конечно, ковры и автомобиль москвич. Вот это последние достижения были. Но это все-таки было уже больше 10 лет назад. Но это были достижения иранской промышленности. Все павильоны, которых там было много, были завалены сухофруктами, коврами и автомобилями москвич. Они назывались как-то по-другому, как-то там по-ирански, но выглядели как москвич. Причем москвич из моего детства. Не современный москвич, а вот 412-й. Поэтому я боюсь, что там нечем особо порадовать. Но Иран остается, слушайте, у Беларуси очень мало внешнеторговых партнеров. И просто по пальцам можно посчитать. Потому что как? С одной стороны, санкции. Большое количество стран наложило санкции. С другой стороны, значит, есть страны, которые, может быть, и торговали бы с Беларусью. Но опасаются из-за валютных курсов, из-за того, что Беларусь может быть оккупирована в любой день. Из-за того, что купишь ты Белазы, а завтра кто их будет обслуживать. В Белазе главное обслуживание. Сам Белаз ерунда. Просто цена обслуживания его и возможности обслуживания. В Беларуси боятся сотрудничать. Из стран-партнеров у Лукашенко осталось. Господи, Зимбабве, Эмираты, вот Иран, Россия какая-никакая, Китай, конечно, и Венесуэла. Вот, все, у них партнеров единицы, поэтому он лично, конечно, ездит. Ну, там дорожная карта, там смешно, конечно, в каком смысле. Дорожная карта всем положена, по закону положена, называется, писать. Но если бы вы читали, там даже в начале заголовки этой дорожной карты написано, что она про сотрудничество в области культуры. То есть, видимо, песняры поедут петь в Тегеран. Не, ну не только, там культуры, истории, там еще что-то, музейного сотрудничества. Ну, такое всякое, ерунда всякая. Но, мне кажется, слоган, слоган этого всего, Александр Григорьевич высказал. На этой встрече, где была встреча с президентом, там присутствовали еще с двух сторон чиновники. Они были построены в иранской традиции стоя, кстати, что интересно. То есть, не сидят все за одним столом, а сидят только двое, два президента. А остальные в рядочек стоят с тетрадочками, записывают, что скажут великие. И Александр Григорьевич сказал, сейчас санкции – это время возможностей. То есть, что объединяет две страны? Против них санкции и против них санкции. Много общего, я считаю. Это прям полезно. А вот то, что было на прошлой неделе, когда нелицеприятно Александр Григорьевич решил высказаться в адрес Владимира Александровича. Ну, по поводу самолета, что это санкционировано верховным главнокомандующим. Но раньше Александр Григорьевич как-то держал себя в руках, как-то там хвалил ЗСУ даже порой. А тут прям откровенно, по-хамски, зачем-то оскорбил Зеленского. Зачем? Было дело, я думаю, что ему нужно в Москве было показать вот это видео. Он для Москвы его записывал. Он, что интересно, кстати, в конце это видео закольцевал интересным тезисом, что мы ничего делать не будем. То есть, он сказал, вот так и так, президентский такой, сякой, пятый, десятый. Ну, собственно, не пятый, десятый, он все время одно и то же слово повторял. Вслед за своим российским партнером, который говорил про россиян, что они мрази теперь, а этот говорил, значит, про президента Украины. Потом он сказал, вызов брошен, мы готовы, все, мы сейчас. И нашим ответом будет то, что мы ничего не будем делать. Мы ни в коем случае не поддадимся на провокацию, делать ничего не будем. Это он сказал прямым текстом в конце. Мы не поведемся на эти провокации, мы делать ничего не будем. Поэтому в две стороны человек выстроил. С одной стороны, россиянам он показал, смотрите, как я по Зеленскому проехался. Вы же этого хотели? Вот, вот он результат. А западу он сказал и нам сказал. Ну, я же что, я же сказал, ответа не будет, пожалуйста, взрывайте дальше. Поэтому он продолжил свою политику. И никуда он не денется от пока, не собирается выходить из сепаратного мира, который, я думаю, у нас в Белоруссии есть, хоть и не афишируется, но я думаю, что он есть. Вот то, о чем уже который раз он говорит про сепаратный мир между Белоруссией и Украиной, я думаю, он существует, что эта сделка у нас есть. У нас с Евросоюзом и с Белоруссией, я думаю, есть такая сделка. И вообще, насколько я знаю, там сейчас даже санкции какие-то с него очередные небольшие снимаются. Ну, не с лично, с Лукашенко, с его промышленных предприятий. Потому что сделка есть, иначе бы у нас, ну, был же очередной ракетный обстрел всей Украины. Но из Белоруссии снова не стреляли. По нам стреляли кинжалами, но не из Белоруссии, а раньше из Белоруссии. Почему так? Что, потому что стало, оказалось удобнее стрелять из Курской области? Нет, неудобнее вообще. Вообще неудобнее. Думаете, Лукашенко запретил Путину стрелять с его территории? Конечно. Это 100%. В смысле, вот прям не может быть по-другому. Уже больше, чем полгода ни одного обстрела с территории РБ. Ни одного. Как запретил, я не знаю. То есть, какие инструменты он применял. Он же не просто позвонил, так, значит, приказываю прекратить. Ну, нет, конечно. Конечно, нет. Как, я не знаю. Но он хитрый лист. Он же что-то добился. Он же пообещал, сказал, что он разрулил за это с Евросоюзом, что этот аммиак жидкий будут продавать, не знаю, российский, да, за то, что из РБ не будут стрелять. Например. Сказал, что за это калийные удобрения будут белорусские продаваться по миру. И тогда бюджет России не должен будет оплачивать убытки бюджета РБ. Ну, например. Да, не знаю. Я не знаю как. Но то, что это есть, у меня не вызывает сомнений, что такая сделка существует. А вот то, что Си летит в Москву, Байден летит в Киев, вот тут и треснул мир напополам, Дмитрий Разлом. Тут четко не очерчиваются еще раз вот эти лагеря, кто с кем, против кого дрожит. Нет, не очерчиваются, потому что летать можно по-всякому. Кушать хочется всегда. А бизнес по-другому устроен. Мир устроен по-другому. Мир устроен не тем, какой президент куда полетел, а мир устроен тем, какие товары куда поехали, какие услуги куда поехали. Товары и услуги. Это две вещи, которыми на самом деле в конце мы рисуем карту этого мира. Если мы нарисуем пути поставок товаров и услуг, мы увидим, что Китай не может жить без США. США не могут жить без Китая. Причем Китай не может жить в буквальном смысле. То есть просто если сегодня США и Евросоюз скажут, знаете, мы больше в Китае ничего не покупаем. Вот вообще ничего. Это так, как с Россией, да, отрезаем все. Ну, с России отрезали много, в значительной степени не все, но многое же. А тут кто-то скажет, вообще все отрезаем. Если бы в Китае наступит голод сразу, а в США и Евросоюзе будут проблемы. Голода не будет, но будут проблемы. Будет инфляция очень высокая, дефицит, прям дефицит многих товаров. И вот, внимание, вопрос. Ну, кому это может быть нужно? Ну, конечно, никто на такое не пойдет. Потому что это прям серьезнейшим образом. Надо поменять вот все, как устроена планета Земля. Если бы был вопрос, ради которого стоило поменять все, как устроена планета Земля, то на это бы готовы были пойти, я думаю. Ну, если бы стоял какой-то вопрос. Повторясь-таки не надо. То есть, не знаю, если бы это было... Вот в свое время стоял такой вопрос, кто прав, капиталисты или коммунисты? Советский Союз, США, два лагеря и так далее. Чье учение более верно? Учение Маркса или учение Кейнса? Не знаю. Вот так стоял вопрос. Сегодня вопрос так не стоит, потому что Китай, у него рыночные механизмы вполне какие-то работают тоже. Как и в Америке. Технологии развивают те же самые искусственный интеллект. Китайцы развивают, американцы развивают. Да, стоит вопрос, какая система правильная демократия или диктатура. Но за него не готовы воевать, за такой вопрос, как выяснилось. Я имею в виду Китай и США. Поэтому нет. А вся эта война, наша война, наша война с Россией, для их сотрудничества, это эпизод в их сотрудничестве. Это сотрудничество, оно, безусловно, одновременно противостояние. То есть, это не дружба. Это не то, что договор о дружбе и сотрудничестве. Это сотрудничество, где переплетается конкуренция с сотрудничеством, с противостоянием, с чем угодно. Но мы для них эпизод. Друзья, еще раз напомню, что обязательно нужно подписаться на YouTube-канал Михаила Шительмана. Там уже 116 тысяч подписчиков, и будет стыдно, если вас нет среди них. Также, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк под этим видео, чтобы YouTube рекомендовал просмотру это видео и другим пользователям. Сегодня, плавно переходя к следующей нашей теме, увидел такую в Facebook картинку, две фотографии. Фотография Зеленского и фотография Навального с подписью, что когда-то один из них хотел получить Оскар, а второй стать президентом и победить Путина. Или наоборот, победить Путина и стать президентом. А получается наоборот. История с Оскаром, я хочу с вами ее обсудить. На нее отреагировал уже советник главы Офиса президента Подоляк, прокомментировал в соцсетях решение жюри Американской киноакадемии, присудивший Оскар документальному фильму «Навальный» об отравлении российского политика Алексея Навального. Цитирую, если Оскар вне политики, то как тогда понимать документальный манифест Навальный, в котором внутрироссийская политика льется через край, «Если Оскар вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?» Написал он в Твиттере. Зрителям надо объяснить, что несмотря на то, что Зеленский выступал, наверное, на всех главных площадках мира за этот год и физически приезжая, в большей степени онлайн выступая по видеосвязи, но вот уже второй раз организаторы церемонии «Оскар» отказывают президента Украины в выступлении онлайн во время или перед началом церемонии. Михаил, почему так случилось, что Зеленскому нет, а Навальному – да? На «Оскаре». Ну, у меня в этом, значит, давайте это все-таки две разные истории, Зеленский и Навальный, прямо разные очень сильно. Фильм об Украине тоже был представлен, так же, как фильм о Навальном. Мне кажется в том, что не дали слово Зеленскому, не было бы скандала, если бы было другое объяснение. То есть, если бы «Оскар» в киноакадемии сказала «Знаете, мы не заинтересованы». Ну, просто. Наша частная вечеринка, мы не заинтересованы. Кто мог бы что предъявить? Дело частное и личное каких-то лично людей. Но они сказали в своей мотивировке своего отказа, что мы не хотим тут политизации. И вот это, конечно, вызывает прям недоумение не в связи даже с фильмом «Навальный», как мне кажется. Потому что фильм «Навальный» – он документальный фильм. Можно рассматривать как, не знаю, произведение искусства. Но, то есть, по их мнению, получается, что война между Россией и Украиной – это политика. Так это не политика. Напомню, геноцид украинского народа, как говорит президент Байден. Президент Байден говорит, что цель этой войны со стороны россиян – уничтожение культурного наследия Украины и Украины как нации. Это сказал президент Байден. А, по-моему, уж про культурное наследие Оскар должен заботиться. Когда происходит геноцид, например, там, хуту убивают тут, 7 миллионов человек, то я думаю, что Оскар бы не сказал, что, знаете, это же политика, мы политикой не интересуемся. Когда демонстрируются фильмы и получают Оскара, фильмы о катастрофе, о геноциде, о Холокосте, да? Фильм «Список Шиндлера», фильм «Жизнь прекрасна», например, «Пианист». То есть это же, получается, политика, правильно? Что по политике, политические триллеры – всё. Нет, по-моему, нет. И Оскар всегда занимался несколькими вещами. Он, с одной стороны, представляет собой искусство, то есть это оценивается искусство. С другой стороны, Оскар, безусловно, постоянно, каждый год определяет некие новые правила в мире. И он их определяет вслух в том числе. То есть не только как бы вот самими произведениями искусства, но и говорит, теперь мы Оскар будем давать только если там представлены афроамериканцы, разные расы, если там представлены разные полы, там ещё что-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. И какой-нибудь фильм, пропагандирующий, например, нацизм, он не сможет получить Оскар на сегодняшний день. Просто не сможет. И, по-моему, члены этой академии как-то не подумали, что война между Россией и Украиной не является просто политикой. Она может стать политикой после войны. Когда война закончится, наступит время, когда это будет политикой, и тогда действительно не надо будет давать слово Зеленскому. Но сейчас это убийство. Это не давать слово тем, кого убивают прямо сейчас. Вот, поэтому вот это мне непонятно. Совершенно безотносительно фильма Навальный, потому что, окей, фильмы там были разные, и фильмы могут судить по художественным достоинствам, ради бога. Вот. Вот так, мне кажется, что это было совершенно жуткое решение именно в его мотивировке, что это, оказывается, для них политика. Ну, бизнес-лайф-мэто, бизнес-лайф-блэк-лайф-мэто, это же тоже, получается, политика, да, вроде как? Или не политика всё-таки? Ну, это, по-моему, было представлено широко на «Оскаре». И многие другие проблемы инклюзивности общества современного, там, джендерного равенства и всё, что угодно, они все были представлены на «Оскаре» прямо на сцене. А у нас проблема убийства людей называется. И она почему-то оказалась недостойной быть представлена на сцене. Зеленский же там не оружие собирался спросить. Ну, наверняка. А как вы относитесь в целом к Навальному? Украинцы часто во многом негативно к нему относятся, вспоминая ему фразу про бутерброд, точнее, про Крым, что тот не бутерброд, что и был туда-сюда. Ну, и в сети относительно присутствия семьи Навального на самой церемонии. Вот как вы прокомментируете, кстати? Поскольку говорят, ну вот, мужа убивают, фактически казнят в застенках российской тюрьмы, а жена и дети выгуливают вечернее платье в Лос-Анджелесе на вечеринку. Большой день. Я вот за сегодняшний день даю уже какое-то, не помню, какое по счету интервью. Наконец-то вы человек, который тоже говорит то, что говорю я. И как будто другие вообще этого не заметили. Вот именно про эти платья. Ну, это же ужас, это же отвратительно совершенно. Прямо я не знаю, как такое можно было сделать. Я не говорю, нет, то, что там присутствует Юлия Навальна, и она там присутствует на получении «Оскара», это окей, это правильно, она должна бороться, как жена человека, который в застенках. И так это все было по традиции. Знаете, я помню, как, не знаю, там, Натана Щеранского, когда пытались освободить, это был такой диссидент еврейский, вот сидел в Советском Союзе, в тюрьме, 8 лет. А его жена, Авигаль, по-моему, она вот по штатам ездила и боролась, там везде встречалась с президентом США и так далее. Это все было правильно. То есть то, что Юлия Навальна в США, то, что она борется за его освобождение, то, что она присутствует на церемонии «Оскара», все правильно и окей. Но вот эти вечерние платья и смокинги, ну, я вообще не понимаю, как действительно, когда человек сидит в тюрьме. А вы не могли просто вообще прийти просто нормально, скромно одетые, без праздничного вот этого всего? Я не знаю, не представляю себе, как вот на это смотрят сегодня в России. Это, конечно, их российская такая история, но как они в России после этого к этому всему будут относиться, к этой семье? Я, честно, в шоке. При этом, как бы, вроде как делать не украинское, да, нечего даже сказать с точки зрения войны, но выглядит отвратительно, просто реально отвратительно. Мне кажется, что умеренная скромная одежда была бы гораздо более к месту в этой ситуации, чем то, что они там представили. И когда Зеленский приезжает в военной форме, это, по-моему, убедительная разница. Вот Зеленский, который реально борется за жизни людей, каждого украинца, вот таким способом, и вот он поэтому так выглядит. А вот семья, которая борется за освобождение своего главы семьи, выглядит вот таким странным образом. Ужасно совершенно. Я думаю, что и в Америке это многим, конечно, резонуло глаз. Не только нам, я уверен. Там-то на это смотрят, поверьте, в сто раз больше, чем мы еще. Прямо там-то смотрят в сто раз больше. А в какой-нибудь Скандинавии, представьте себе, как на это реагируют, вот честно, да. Скандинавы, которые вообще не приветствуют такой шик. Я думаю, что просто в ужасе сейчас. Поэтому, да, эта конкретная история меня ужаснула совершенно. А так, вы спросили, про что еще? Про то, что вообще присуждение? Нет, про что? Это в целом, в целом. Отношение к Навальному. Но тут, знаете, как я с одной стороны, да. Я прекрасно понимаю отношение в целом украинцев к Навальному, которые говорят, нет, Навальный такой-секой пациент. Я отношение понимаю. Но считаю и пытаюсь убедить, кого могу, что надо временно от этого отказаться. Что да, вот любой украинец имеет право так негативно относиться к Навальному. Даже больше, вы знаете, бутерброд бутербродом – это то, что въелось в голову, потому что такое креативное и такое образное выражение. Но яркий такой образ, яркая метафора, но гораздо более мерзким была его программа президентская 2016 года, которую он написал, чтобы двигаться в 2018 президенты. И он там указал, что он как президент России, когда победит на выборах, проведет повторный референдум в Крыму. Вот такая была его программа. То есть на оккупированной территории он будет проводить какие-то референдумы у себя там, видимо, своими российскими силами на оккупированных украинских территориях. То есть он собирался делать ровно то, что делает Путин. И чем тогда он отличается от Путина, было совершенно непонятно. Вообще ничем. Вот ничем. То же самое Путин, тоже на оккупированных территориях, тоже референдум. И вот уже который раз и Навальный собирался делать то же самое. Но почему я предлагаю это сейчас забыть, стереть и относиться по-другому абсолютно к этой истории? Потому что Навальный опубликовал свою программу действий новую. Да, он отсидел в тюрьме, да, люди могут менять мнение и позиции. И мы можем за прошлые преступления. А это преступления против Украины. Вот то, что он предлагал, это преступления против Украины. Реально, я считаю. Это в том числе разжигание войны. Предложение провести повторный референдум в Крыму, это помощь в разжигании войны, помощь Путину прямая. И Ташон тоже как бы говорил своим сторонникам, что вот да, это будет Россия, конечно, обязательно. А раз украинцы пытаются ее вернуть, то они, значит, гады, они против нас, получается. Они там агрессию затеяли своей крымской платформой. Поэтому это да, разжигание войны. Но сейчас мы должны исходить из интересов, которые у нас есть сегодня. И мы видим, что Навальный первым, первым протянул руку примирения нам, Украине. Да, он наш враг был. Ну и что? Был враг, а сейчас протянул руку. И он в этой руке зажал вот эти 15 пунктов своих, которые он опубликовал всего лишь месяц-полтора назад. И среди этих 15 пунктов целых 2 или 3 посвящены Украине. То есть да, там же про все, про то, как Россию, что там делать в России ему и так далее, новые программы действий. Но там, первое, признается полная территориальная целостность Украины в границах ООН. Признается. Признается необходимость выплаты репараций за все, что разрушено. Признается. Это его программа. Третье. Описан механизм выплаты репараций. Но никто еще. Вот из российских либералов мало кто вообще до этого дошел. Даже из самых-самых либеральных. Да, они максимум говорили, что да, надо будет заплатить. Он написал, что вот часть нефтегазовых доходов от Российской Федерации должна будет направляться в бюджет Украины. То есть взял модель Кувейта, который в свое время, ну Ирака и Кувейта, когда после того, как в 1991 году Ирак был побежден и Кувейт освобожден, то на Ирак наложили обязательство выплачивать компенсацию Кувейту за разрушение. И выплачивал он их с 1991 года по 2022. 31 год. 31 год. Продавая нефть, Ирак 30% от этой цены отдавал в бюджет Кувейта. В нашей ситуации, так как урон, нанесенный нам, больше, чем урон, нанесенный Кувейту, Кувейт просто маленький, просто там столько убито даже у нас людей, сколько в Кувейте-то в тот момент вообще с трудом было. И понятно, что это будет речь не про 30, это про, наверное, дольше, и понятно, что нужно не 30% изымать, а больше. Но, конечно, да, механизм вот Навальный описывает. Раз Навальный все это предложил, это конкретная мера, это конкретные шаги к примирению, прямо конкретные. К примирению не означает к дружбе, не означает к сотрудничеству, нет. К окончанию войны и договору о том, как теперь Россия будет с нами расплачиваться, ну, там нет пункта про военные преступления, кого судить и так далее, но остальные пункты, которые выдвигает Зеленский, там есть. И мы должны забыть старые противоречия на время, прям стиснув зубы сказать, да, это больно, нам не хочется с ним общаться с Навальным, но надо сказать, да, господин Навальный, мы готовы к разговору на базе ваших пунктов, потому что нам понадобится партнер на территории РФ рано или поздно, и теперь Навальный готов к этому, Ходорковский готов к этому, есть Каспаров готов к этому, еще есть люди, которые готовы на реальных позициях, вот реальных признаний взаимоуважения, взаимно-взаимного уважения, так сказать, на том, что мы признаем, что существует некая РФ, они признают, что существует Украина, что вот там граница, у нас свои дела, у них свои, а они нам теперь в ближайшие десятилетия должны все выплатить и выдать всех военных преступников, вот наша база. Поэтому я думаю, что надо быть прагматиками, к сожалению, как бы нам больно ни было, и воспользоваться этим шансом. Прежде чем мы продолжим, еще раз напомню лайк под видео, подписка на Михаила Шетельмана, подписка на YouTube-канал Голованов. Следующая тема, президент России Путин может отправиться в Индию на саммит G20, однако окончательное решение пока не принято. Заголовок громкий, фраза высосана из комментария Пескова, который сказал, этого нельзя исключать, ну, то есть прям, но заголовок получился громкий. Саммит состоится 9 и 10 сентября Большой двадцатки, значит, и вот что там Путин, есть все шансы, приговорила тоже представительница России, российского президента. В середине января фото Путина появилось на странице участников саммита G20 в Индии. Как думаете, состоится ли визит или с большой похопкой на то, что будет происходить летом на фронте? Да и в целом, ну, не замечен Путин в далеких поездках давно, он никуда не ездил, а если ездил куда-то там недалеко и на совсем дружескую территорию, есть вероятность, что Путин в Индию поедет, или это так громкий заголовок не более? Есть такая услуга в интернете, вы можете посмотреть, как выглядел какой-нибудь сайт в какой-нибудь конкретный день. Знаете, вот взять интернет-адрес, ну, я не помню, есть такой сайт, вы можете посмотреть там, а вот сегодня у нас 13 марта 2023 года. А как 13 марта 2022 года выглядел сайт саммита G20? И вы увидите, что это же был саммит в Индонезии, который предстоял в сентябре. И там на сайте тоже был Путин, понимаете, там тоже был Путин, которого там не оказалось. Дальше, если вы посмотрите новости того времени, вы услышите, как Песков говорит, что да, мы готовим визит Путина в Индонезию. И я помню, как мы вот прям сидели в разных студиях и возмущались тем, что ай-яй-яй, какой ужас, куда же цивилизованный мир смотрит. А цивилизованный мир нам, кстати, объяснял в лице Байдена, по-моему, тогда, что, ну, не Байдена, конечно, а Блинкина, что мы ничего не можем сделать, так как Индонезия хозяин саммита, она определяет, кого приглашать, кого не приглашать. А президент Индонезии после этого сказал, а мы уже направили приглашение, мы уже отзывать не будем. А его уговаривали отзывать приглашение и так далее. Все это было. И полгода все сидели и говорили, поедет, не поедет. В результате в Индонезию поехал Лавров, причем в трусах и ботинках, как мы помним, он поехал. Но зато с Захаровой. Вот примерно такой формат нас ждет и в Индии. Мы тоже будем полгода обсуждать, поедет, не поедет. Потом поедет Лавров в трусах и с Захаровой. При одном условии. Конечно, если Лавров к тому моменту будет министром иностранных дел РФ, причем я сейчас даже не про то, что не будет существовать РФ, может будет, может не будет, пока не знаю. Но вот Лавров может уже не быть министром иностранных дел к сентябрю. Поэтому поедет тот, кто будет министром иностранных дел к сентябрю. Там сейчас некоторые начались движения интересные. Что с Лавровым не так? Это не с Лавровым, это с правительством РФ. Вот есть какие-то движения, буквально начавшиеся в конце прошлой недели, и уже какие-то несколько заявлений странных оттуда, отсюда, какие-то мнения, ну и так далее. Все вот эти инсайдеры полукремлевские, околокремлевские чешутся о том, что собираются менять премьер-министра в России. И это прозвучало мне в принципе реалистично, учитывая, что впереди выборы у них и так далее. И вот у них сегодня премьер-министр, сами знаете кто? Никто. В смысле, я думаю, россияне сами не знают, кто у них премьер-министр, если у них спросить. Ну кто такой Мишустин? Кто помнит такое слово вообще? Вот. И он прям вот этого напоминает. Помните, Лента.ру писала, что премьер-министром России назначен Виктор Пиписькин. Помните, такая новость была, да, знаменитая? Нет, не помните? Это была реальная новость. Вот, это был страшный скандал. Значит, прям реальный скандал. Вдруг первая страница Ленты.ру, тогда еще вполне себе Ленты.ру, то есть еще не купленные вот этими врагами народа, а прямо вот. И главная новость, что уволен там, я даже не помню, кого уволили, честно забыл уже, но назначен новый премьер-министр Виктор Пиписькин. Страшный скандал, что за Пиписькин, значит, выясняется, что Виктор Зубков назначен премьер-министром. А почему тогда Пиписькин? Потому что дежурный редактор, все это произошло неожиданно. Он услышал где-то по радио эту новость. А Ленты.ру, она же мониторингом занималась-то. Он услышал на слух, не смог запомнить фамилию. Написал Пиписькин, чтобы исправить потом на настоящую. Пошел узнавать настоящую, в это время кто-то опубликовал это, и уже с корены пошли, и все, Пиписькин. Страшный был скандал, и, понимаете, у человека не создалось премьерство из-за этого, что самое смешное. Кто сегодня вспомнит, что был такой Зубков, премьер-министр России? Кто сегодня вспомнит? Никто, да? А все почему? Когда я с первого дня приклеил, что он Виктор Пиписькин, то как бы до свидания. Вот. Ну, Мишустин, конечно, не Пиписькин, но, в принципе, недалеко от него ушел. Никто не помнит, что есть такой Мишустин. И сегодня речь идет о том, чтобы назначить премьер-министром Дмитрия Медведева. Это есть такая версия. Да-да-да, реальная абсолютно версия. И вот когда мне ее рассказали, разные совершенно люди из разных сторон, то я подумал, что это звучит реалистично. Вот это звучит не как какая-то ерунда, там, кремлелогия, теория заговора. Нет, ну, в принципе, да. Потому что вот Путин собирается через ровно год на выборы. И понятно, что он их выиграет, сомнений нет, все такое. Ну, ему же нужны какие-никакие там рейтинги, что-то там показывать. Ему нужен громоотвод. Кто виноват в проблемах? Кто проиграл войну? Ну, не проиграл, конечно, не скажут, что проиграл. Ну, все неудачи с войной с кем связаны? Ну, что, с Мишустиным? Ну, есть какой-нибудь Пригожин. В конце концов, правитель. Нет, не получится. Вот не получится. Вот сидит человек в России, россиянин простой, вешкороле, который я так люблю. И когда ему говорят, не, Путин не виноват, это все Мишустин. Он что? Что? Да, Путин не виноват, это его повар. Ах, его повар виноват, что значит? Да, то есть вот не Путин, а его повар. Не канает, понимаете? Суровикин. Какой? Куда? Они настолько зачищали поляну под Путина, ну, реально зачищали, да? Что у них же исчезли все. У них даже Жириновского нет, на которого свалить. У них сюда, ну, там уже еле-еле кандыбохается и в президенты даже не ходит. У них нет второго человека. Вот в стране нет человека номер два. В публичном поле его просто не существует. Вообще никого. И в этот момент, мне кажется, назначить как раз Медведева премьер-министром на время, до выборов, это вполне логично. И все время говорить, что хороший Путин, плохой Медведев. Кто виноват? Медведев. Медведев, он точно для россиян существует, потому что он побыл президентом, он уже человек для них, прямо известный и так далее. Поэтому версия, мне кажется, вполне легитимной. А вот дальше, когда мне это рассказали, я стал думать, ну, хорошо, предположим, они на это решаются. Ну, в принципе, там еще мне описали, зачем это все же не только под выбор, это там какое-то, вот тут я уже даже врать не буду, какое-то противостояние внутрикремлевское на тему там, кто-то за Патрушева, кто-то против Патрушева, кто кого любит, кто кого не любит, чьи-то амбиции надо утешить, ну, предположим, что так, но это все не важно. Вдруг я подумал, а если ты уже меняешь правительство, если ты уже меняешь премьера в твоем правительстве, то ты же можешь заодно порешать накопившиеся вопросы. А есть вопросы, которые накопились. Если, скажем, Шойгу уволить нельзя, ну, потому что нельзя взять, поменять министра обороны, мы воюем, он воюет, и вот это будет означать, что мы тут войну проиграли, просто от всех скрываем. То есть министр иностранных дел, который, он как бы, у него сильно засаленный вот этот смокинг, понимаете, вот как вот, вот сын этого Навального на «Оскаре» был в новеньком чистеньком смокинге, а у Лаврова уже грязные труселя и ботинки с Захаровой. И он за год последний, он и так-то был там, еле наладан, дышал, ну, старенький, вообще так себе, а за последний год, ну, он слишком стал вызывающим, имеется в виду, смотрите, он несколько раз пропагандировал там фашизм, Гитлера, он поссорил Россию с Израилем, над ним смеялись публично в Индии, а зачем тогда его? Ну, так как все равно, что какую говорящую башку-то повесить, посадить на это место, то как раз показать, что вот новое обновление, дайте сказать, а вот смотрите, ну, например, они же всеми силами пытаются добиться переговоров, но когда видят саму рожу Лаврова, никто на западе, люди из зала выходят, никто не собирается его слушать, а приведите новенького в очках тоже, ну, молоденького, интеллигентного мальчика, да, или еще какого-нибудь, который Гарвард закончил, желательно, чтобы он по-английски говорил, Лавров-то мы сейчас услышали, да, спецшкола КГБ, на которой он разговаривает, это же прямо это, ВИЧ, ВОЧ, Хаумач, вот, привести нормально разговаривающего по-английски человека, которого на западе не будут отторгать вот так сразу, не будут с ссаными тряпками отгонять от дверей, а по крайней мере там, ну, скажут, о, новое слово, смотрите, по-другому говорили. В Беларуси был такой, молодой, но... Был, был, именно такой, именно такой, именно такой, и, конечно, им это не понравилось, они могли его перекупить, они могли бы его перекупить и назначить, но так не получалось, вот, они его поэтому, россияне его поэтому и убили, что он был именно такой, и его не гнали, его реально пускали и с ним разговаривали, это правда, он был именно такой, как вы говорите, да, да, Ну, в смысле, вы правильно подметили, что в Беларуси был такой. Нет, это я так уже в рамках. То есть я не то, что обеспокоен сильно судьбой Лаврова, но когда задумался я о том, что если менять действительно будут правительства, то есть если эта версия окажется правдой, то каких-то министров-то они действительно поменяют, я подумал, а почему нет. Следующая информация связана с Грузией. Глава фракции «Слуга народа» Давид Рахами ответил на обвинение грузинского премьер-министра Ираклия Грибашвили, заявившего, что якобы украинские политики вмешиваются во внутренние дела Грузии. По словам Рахами, весь мир понимает, что сохранение демократии в Грузии, власть которой полна агентами России, это ключевая задача всего мирового сообщества. Грузинский народ это понимает, десятки тысяч молодых людей в Грузии это понимают, а премьер-министр делает вид, что не понимает. Думаю, что начнет понимать тогда, когда будут опубликованы счета и транзакции его ближайшего окружения, написал Рахами в своем телеграм-канале. Интересно, о чем именно говорит Давид, что за секретные транзакции окружения премьера грузинского. Но давайте начнем с событий, которые происходили в Грузии в течение прошлой недели, и обратим внимание на то, что сегодня митингов нет. Я списывался с грузинскими моими знакомыми и товарищами, приятелями, говорю, что нет, сегодня митингов нет, потому как власть выполнила все требования, которые были озвучены. Освободить всех задержанных, отменить, провалить этот законопроект, и получается, что выбили это из-под ног. Хотя глобально мы понимаем, что задача, что законопроект был лишь поводом, лишь поводом, глобально-то они хотели тоже досрочных выборов, изменения режима и так далее. Как видите вы, Михаил, ситуацию в Грузии в целом? Нет, мне кажется, вы сейчас немножко преувеличиваете то, что они хотели. Ну, я бы сообщался с грузинами. Нет, отдельные, безусловно, хотели. Во-первых, да, украинские политики вмешиваются, то есть это правда, и это по делу, а почему не вмешаться, собственно, потому что Грузия – это значительная часть границы с Российской Федерацией, и там происходят недружественные по отношению к нам действия, по контрабанде неких товаров подсанкционных через территорию Грузии, нам это вообще не нравится совершенно, поэтому да, Украина вмешивается и правильно делает. Это сейчас наша зона интересов в Грузии, ничего нельзя сделать. Тем более в условиях войны, конечно. А именно из-за войны? Нет. Если бы не было войны, мы бы не вмешивались. Значит, второе. Какие документы, понятия не имею, естественно, платежи, ничего не знаю про это. Они действительно, правительство выполнило все требования, сначала выполнило требования, с которыми вышли, потом, когда они сказали, а нет, теперь мы будем протестовать, пока вы не выпустите, они через час выпустили всех буквально. То есть, как вы говорите, да, выбили табуреточку протеста, и ничего нельзя сделать. Но, давайте так, правительство Грузии, вот нынешнее, оно легитимное. Ни у кого нет сомнений, что оно избранное. Оно не назначенное, это не украденные какие-то выборы, это не подтасовки, не фальсификации. Да, это использование админресурса, который нормальный для Грузии, но никакое это там, это не Россия, это не Беларусь вообще. Это такая, ну, более-менее украинская ситуация, более-менее. Украинская ситуация, скажем, времен десятых годов, да, вот у нас же были выборы. Сколько-то процентов было фальсификации, ну, сколько-то было. Ну, вот в Грузии так же примерно. Поэтому, да, у них следующие выборы по расписанию в следующем году. То есть, это не то, что прям там через 10 лет или никогда в следующем году. И они вот этим законом про иноагентов и готовились к этим следующим выборам. То есть, коалиция готовилась. Потому что коалицию финансирует и Ванишвили на русские деньги, а оппозицию финансируют, реально говоря, международные институты во многом. Значительные части финансируют международные институты, которые и пытались, собственно, отодвинуть от этого финансирования этим законам. Но сказать, что сегодня главным требованием является там отставка правительства, это не совсем так. У них есть главные требования у протестующих. Я тоже со многими знаком, прям мои друзья там на площади, прям там вот все это время провели. И их главное требование – это дерусификация Грузии. То есть, они увидели, что… Вот почему их так этот закон взволновал? Потому что они увидели в этом прямую связь с Российской Федерацией. Не обязательно, что это влияние там рука Москвы. Не обязательно. Но в принципе, что партия «Грузинская мечта» решила пойти по пути России. Как написали мои друзья, прямо опять-таки прямо оттуда, у нас здесь будет либо Россия, либо не будет этого парламента. Ну вот вы говорите, что они против. Да, такое тоже писали в те горячие дни и в самые. Их слоганами было что? Гимн Украины они пели, когда шли на штурм парламента, пели гимн Украины. Слава Украине, русский военный корабль и так далее. Не вспомню. Путин. И про Путина кричал. И про Путина кричал. Дальше они требуют от... Вот как в свое время от Януковича требовалось что? Требовалось в Евросоюз вступать. Если бы Янукович продолжил вступать в Евросоюз, ну представьте себе, он бы не метнулся, не совершил бы поворота вот этого в сторону России, не взял бы денег у русских, а продолжал бы, подписал бы ассоциацию, вступал бы в Евросоюз. Так может и был бы президентом, правильно? Два срока было бы еще, может быть. Он мог быть даже, ну это мое предположение, кстати, в комментариях зрители, пожалуйста, напишите, но когда началась активная часть еще до расстрелов, когда разгоняли возле елки студентов и не только, когда были требования подставки Азарова, Захарченко, министра внутренних дел, если бы тогда Янукович пошел на встречу, выполнил требования Майдана, кто знает, как бы развивались события. Совершенно справедливо. Сейчас тот же Янукович сидит и думает, а так можно было? Вот, оказывается, можно выполнять просто требования протестующих. Вот, и такие примеры в многих странах, кстати, бывали. И на сегодняшний день, значит, партия «Грузинская мечта», которая, правда, за время этих протестов получила прозвище «Российская мечта» у демонстрантов, тем не менее продолжает европейский курс. Она продолжает вести переговоры с Еврокомиссией о статусе кандидата. Тем, что они отозвали этот закон, Еврокомиссия сказала, если вы примете этот закон, то никакого кандидатства не будет. И они этот закон отозвали, что тоже для демонстрантов означает, что мы продолжаем идти в Евросоюз. Вот в Грузии, если провести сегодня опрос, хотите ли вы в Евросоюз, то поддержка Евросоюза будет примерно как в Украине, я думаю. В Украине 86%, по-моему, хотят в Евросоюз. Я думаю, что в Грузии цифры будут близки. И то, что неприемлемо для грузинов, по-настоящему неприемлемо, это российский выбор. Вот это невозможно. Нет. Они не хотят быть частью Таможенного Союза, Евросоюза, или как у них там называется, не помню. Или там, не дай бог, УДКБ, не приведи Господи. Ничего такого они не хотят. Они хотят быть частью Евросоюза. Если грузинская мечта будет выполнять эти требования, то она так и останется правящей партией до 2024 года. Но это всего один год. У них, правда, полмосени выборы. Хорошо, может, год с чем-то. Ну и все. А дальше у них есть все легитимные механизмы у грузинов их переизбрать. Потому что, да, прошлый рейтинг обеспечен был какими-то достижениями, чем-то еще. Но вот даже эти события, которые... Эти ребята грузинской мечты соскочили, все откатили назад. Но рейтинг-то они потеряли. Понимаете, что они потеряли рейтинг? Так что им уже будет не так просто победить. У них в прошлый раз было 48. 48 процентов. Вот. И, по-моему, а у партии Саакашвили, ну, точнее, даже у блока, у блока Саакашвили было 3,27 процентов. Вот. И сейчас я уверен, что если проведут социологию, а ее в ближайшее время, кстати, проведут, мы увидим, я уверен, что все изменилось. Я уверен прямо, что все изменилось, что этого не будет. Вот. И тогда, тогда у этой демократии, извините, у демонстрантов появится возможность в 24-м году переизбрать власть. Михаил, коротенько еще одну хочу информацию, чтобы вы прокомментировали, или, может, смоделировали, как могут развиваться события, поскольку 10 марта национальный заповедник Киева-Печерская лавра уведомил монастырь УПЦМП, что с 29 марта 1923 года договор 10-летней давности о бесплатном пользовании культурными, культовыми зданиями и другим имуществом будет расторгнут. Монахи Украинской Православной Церкви Московского Патриархата ответили, что не намерены выселяться из Киева-Печерской лавры. Тут бы кто-то сказал, что это вопрос религиозный, сугубо и очень тонкая тема. Тема тонкая, но вопрос тут не сугубо религиозный. Поэтому, пожалуйста, Михаил, как вы видите развитие вот этой истории? Да, есть несколько аспектов у этого. Один аспект, мне кажется, с ним правильно бороться, когда есть пропаганда внутри церквей, надо с этим бороться и с этим бороться успешно. Избу в том числе и арестовывать каких-то этих священников, которые пропагандой занимаются. Это все правильно. А вот остальной вопрос, мне кажется, тут так. Ну, так как для меня, честно, как для человека нерелигиозного как минимум, то есть не принадлежащего какой-то религии, для меня что церковь, что синагога это объекты недвижимости. Соответственно, у них есть собственник, права собственности, аренды и так далее, и так далее, и так далее. В них можно сегодня содержать церковь, завтра картошку хранить, не вопрос. Кто собственник, тот то и делает, что с ней хочет. Но что мне кажется? Вот я думаю, что сейчас начинать разбираться, какой там монастырь в Киево-Печерской лавре, с какого года кому в аренду отдан, то придется ехать за документами к патриарху Константинопольскому, не дай бог, правильно, посмотреть, что там в Византии по этому поводу думали, и так далее, и так далее. И мне кажется, что штурмом брать Киево-Печерскую лавру, чтобы выселить оттуда каких-то монахов, прям сейчас, не вовремя, не тот момент. Потому что у нас суды пока еще не самые независимые, вот не самые независимые. У нас война, и все это в сумме, мне кажется, что есть проблемы, которые надо отложить. Ну, потом. Вот если есть прямая пропаганда, да, сразу под белорученьки, статья, все, что положено. Но если какие-то люди сами придерживаются лично каких-то взглядов, но их не пропагандируют, а просто сидят там какие-то монахи и считают, что, не знаю, Москва, мать городов русских, Московия, и там молятся на Московию, ну, это их личная молитва. Вот прям сейчас ничего не трогать. Война закончится, судебная реформа, или там чего, и какой-нибудь более-менее нормальный суд пусть разберется по бумагам, чье, кому, и законным владельцам вернут. Просто, ну, есть вопросы, которые не вовремя. Во время войны, мне кажется, надо решать все-таки то, что связано с войной, то, что повлияет на войну, то, что поможет нам воевать. Даже есть старые вопросы, да, есть застаревшие вопросы, которым 10 лет, но они связаны с войной. Тогда нужно ими заниматься. Если этому вопросу 10 лет, а он не связан с войной, то давайте подождем немного. А вам пишут в комментариях, Михаил, не згоден куй залезе, поки воно горячее. А вы знаете, я проводил опрос, какие проблемы вот такие общественные во время войны наших, вот моих лично зрителей, я прямо у себя на канале проводил, интересуют. Какие проблемы, по их мнению, надо решать во время войны, а какие не надо. Церковь получила 2%. 2%. Поэтому мне кажется, что не надо распылять силы наших, в том числе, правоохранительных органов. Это же наши силы собственные. Совершенно мне честно нет дела до монахов по большому счету и до этого всего. Потому что по мне, если человек верующий, он может... Сегодня только говорили, что на фронте нет атеистов, но на фронте же в церковь не ходят, молятся прямо в окопе. Если ты монах, ты можешь быть монахом, вон в парке Шевченко сиди и монашествуй. Просто мне жалко сил сейчас людей на это. Ясно. Михаил, буду вас благодарить. А внимательным зрителям еще раз напомню. Нет, не внимательным, внимательным знают, не внимательным. Напомню, что прямо сейчас, по окончании стрима, переходите на страницу Михаила Шетельмана. Подписка, колокольчик, комментарий, все это. И у меня тоже. Подпишитесь в YouTube-канал Голованов. Михаил, благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Дорогие зрители, еще раз хочу подякувати Збройным силам Украины за то, что у меня есть возможность сделать интервью в прямом эфире или в записи. И еще хочу напомнить, что нужно подписаться на YouTube-канал Голованов, поставить звоночек, написать комментарий. Таким чином вы поддерживаете и канал, и те стримы, которые выходят у меня на канале Кожную понедилку. Каждый понедельник мы встречаемся с Михаилом Шетельманом в 20.00 по киевскому времени. С Романом Светаном каждую среду мы встречаемся в 20.00 в прямом эфире. Каждую пятницу мы подводим итоги с Михаилом подалеком. Не пропустите, пожалуйста. И каждое воскресенье в 18.00 стрим с Дмитрием Гордуном. До встречи, дорогие зрители. Берегите себя и ваших близких. Все будет Украина. Дякую. Субтитры создавал DimaTorzok